Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Предлагаю в очередной раз разобрать события минувшего торгового дня и посмотреть на отчеты сессии текущей. Что интересного, что мы ждем и что собираемся отработать на площадках, чтобы стать ближе к ряду целевых ориентиров по нашим долгосрочным позициям и, соответственно, финансовым инструментам. Вчерашний день сложился очень неплохо для нас, для покупателей нефти, для продавцов британской валюты, потому что эти активы показали ту динамику, на которую мы рассчитывали с учетом того фундамента, который на рынке сложился. Мы сейчас, безусловно, обо всем этом поговорим, но давайте сначала сразу же пробежимся по основным событиям дня текущего и на что стоит обратить внимание. Друзья, в 13.00 нас ожидает статистика по уровню доверия потребителей еврозоны. Я надеюсь, что евро не выпадает из поля вашего зрения. Я надеюсь, что вы помните, почему евро остается потенциальным аутсайдером рынка Форекс и в любой момент может развить серьезную нисходящую динамику. И я также, друзья, надеюсь, что вы помните серию провальных слабых отчетов, пересмотров прогнозов по экономическому росту, а также риторику Марио Драги, который на прошлой неделе в ходе заседания фактически закрыл дверь для ужесточения денежно-кредитной политики. В этой связи не нужно быть, скажем, какого-то определенного склада ума, чтобы сделать логичный вывод о том, что у этого инструмента только одна дорога – это оснижаться. И как раз по уровню доверия потребителей мы еще раз сегодня убедимся в том, что у экономики не самые радужные перспективы, потому что бизнес-оптимизм, индикатор бизнес-доверия и файзью мы уже с вами разбирали, оценивали, помним, там слабые, даже многолетние минимумы, слабые цифры. Сегодня посмотрим на оценку потребителей, и она будет соотноситься с очень плохими результатами и бизнес-оптимизма. Но это неизбежно. Поэтому по еврозоне потенциально перейдем у нас еще один фактор того, что можно будет евро продавать. 16.15 – это статистика по американскому рынку труда ADP при Non-Warm Parals. Важный релиз, потому что статистика по рынку труда, конечно же, влияет на курсы доллара. Еще более важное событие, куда более важно – это решение по ставке и пресс-конференциям Джерома Паула. Сегодня в 22.00 ставки будут пересмотрены, хотя они останутся на прежнем уровне, конечно же, в 22.30 послушаем за перспективами денежно-кредитной политики в оценке Федеризера и Джерома Паула лично. Ну и, конечно же, друзья, сегодня важный отчет для рынка нефти – 18.30 запасы нефтянки. На этой ноте я предлагаю перейти именно к тому, что сейчас происходит на рынке черного золота. Вчерашний день, как и ожидалось, это отработка решения США установить санкции в адрес государственной нефтяной компании Венесуэлы. На этом рынок вырос, достиг максимума почти на отметке 61.50. Друзья, сейчас котировки на уровне 61.33. Мы сохраняем настрой того, что цены будут дальше расти, поскольку рынок продолжает вариться, скажем, в оценке перспектив того, к чему приведут эти санкции с точки зрения общего глобального предложения нефти. Да, можно сейчас, если уж совсем глубоко копать, прийти к выводу о том, что существенно предложение не пострадает, но есть также и сигналы, друзья, что в складчину с Ираном тоже, как вы помните, США распространили и установили санкции против и этого ближневосточного государства в складчину. Вот эта санкционная политика, в конце концов, может создать задел для сокращения поставок, что в целом отразится на спросе на сырье. Мы этот риск сейчас вынуждены обсуждать, друзья, потому что он имеет больше даже спекулятивные интересы. Я рекомендую пока не отказываться от венесуэльской темы, потому что уверен, что потенциал влияния положительного на котировки эта тема еще не исчерпала. Да, я прекрасно понимаю, что сейчас можно вернуться к опасениям за экономический рост, сослаться опять же на сегодняшний отчет по запасам нефти США, который, если и будет подтверждать тенденцию прошлых недель сезонного роста запасов из-за технического обслуживания, то эта статистика должна привести к снижению цен на нефть. Но я предлагаю закрыть глаза на эти локальные статистические релизы и сфокусироваться на главном сейчас ньюсмейкере для рынка нефти. Это политические волнения Венесуэли, которые, в конце концов, привели к тому, что угроза санкций со стороны США была реализована. Поэтому давайте держать короткие позиции. Я не отказываюсь по-прежнему о цели 65 долларов за баррель. Дальше идем, друзья. Фунт против доллара. Вчера британская валюта также была в центре внимания. Активно следили, с кем я не общался из коллега. Вовсе фунту отходили статус основного инструмента. Ну, понятно, ведь вчера состоялся еще один тур, раунд. Была продемонстрирована еще одна попытка между правительством и парламентом Англии найти общий язык по соглашению относительно Брекзита. То есть мы, как трейдеры, которые хотят увидеть ясности касательно вот этого бракоразводного процесса, выхода Англии из состава Европейского Союза, хотели получить конкретику в плане дорожной карты еще в середине января. Я об этом говорил, друзья. Но вы помните, тогда палата общин отказалась поддерживать план, согласованный совместный Европейским Союзом и ТРЗМ. И вот с тех пор, сколько попыток уже предпринималось внести какие-то правки, что-то изменить и снова вынести уже новое потенциально скорректированное соглашение на обсуждение, все равно ни к чему не привели. Оптимисты, знаю, вчера рассчитывали на то, что получит свидетельство того, что Англия избежит так называемого жесткого Брэльзита. Но вот, к сожалению, друзья, я думаю, по динамике вы видите, британцы, то, что фунт снижается, оптимизма на рынке практически не осталось. Потому что из-за кучи поправок, законодательных поправок к тому соглашению, которые должны были вчера получить одобрение, за которые должны были быть, точнее, за которые должен парламент был проголосовать, одобрили фактически только две поправки. Это поправка Сперман. Англия не должна выйти из Европейского Союза без соглашения. Но при этом сразу хочу сказать, друзья, то, что это лишь рекомендация, которая при определенных обстоятельствах и не обязательно к соблюдению. И поправка Брэдди, то, что нужно заменить неопределенный по времени бэкстоп новой договоренности. Ну, я не знаю, к чему это, в конце концов, приведет. Ну, могу догадаться, друзья. Если нужно пересматривать текущий пункт, пожалуй, самый важный соглашение о бэкстопе, это значит то, что Европейский Союз должен внести правки в то соглашение, которое ранее обсуждал Стереза Мэй и которое от нее получило полное одобрение. Этому не бывать, друзья, потому что сколько бы раз парламент и правительство за последние вот две недели не пытались найти общий язык, каждый раз мы видели где-то со стороны приходящий комментарий о том, что Европейский Союз не будет пересматривать текущее соглашение, которое остается окончательным и неизменным. Поэтому, если среди вас, друзья, есть наивные отрейдеры, полагающие, что поправка Бредди в конце концов вас может привести к пересмотру соглашения и к сплочению палаты общин, этому не бывать, потому что соглашение даже с учетом этой поправки со стороны Европейского Союза меняться не будет. И, пожалуй, еще один важный момент, то, что не удалось протащить поправку, которая позволила бы Терезе Мэй отложить официальный выход Англии из состава Европейского Союза и тем самым выиграть время. Поэтому мы ориентируемся с вами по-прежнему на 29 марта, друзья. Важный день для всех финансовых рынков. И пока лично я склоняюсь в сторону того, что все пойдет по жесткому Брекзиту, который связан с отсутствием доступа, точнее, к закрытию, с закрытием доступа к Таможенному Союзу, к единому европейскому рынку со всеми вытекающими последствиями в плане установления пошлин на британский товар, который продается на европейском рынке. Все только начинается, но в плане негатива. Я к этому был готов, друзья. Я вчера убедился лично в том, что Терезе Мэй не сможет протащить сделку мягкого Брекзита. Я считаю, что если в конце концов это произойдет, это будет чудом. Поэтому продолжаю ставить на снижение курса британской валюты. Доллар иена 109.32. Уверен, что сегодня доллар иена сокроет денег гораздо ниже текущих значений. Я вообще ориентируюсь на планку 108.50. В 22.00 Федрезерва опубликует решение по поставке. В 22.30 пройдет пресс-конференция Джерома Пауэлова. Напоминаю, что у Пауэлова сейчас очень непростая задача. Ему нужно объяснить неготовность Федрезерва к агрессивному повышению процентных ставок, не сославшись при этом на грядущую экономическую рецессию в США. И элементарный страх перед Трампом и боязнь пойти против позиции американского президента. Будет очень непросто. Но, с другой стороны, у Пауэла есть опыт его европейского коллеги Марио Драги, который на прошлой неделе очень красиво охарактеризовал риски глобальные, сложившиеся на экономической конъюнтуре. Сделал это очень изящно, отметив, что риски смещены в нисходящие стороны. То, что протекционизм, проблемы развивающихся рынков, геополитические факторы могут создать препятствия для дальнейшего повышения процентных ставок. Для еврозоны, конечно же, больше актуальная формулировка для возобновления роста процентных ставок. Мы помним то, что эти комментарии не спровоцировали всплеск волатильности, хотя могли. И, на мой взгляд, Джером Пауэлл сегодня как раз возьмет в качестве руководства того, что ему будет необходимо представить свою оценку, именно комментарии Драги. Тоже в общих тонах охарактеризует глобальные риски и намекнет где-то там между строк, то, что ФРС будет гибким, не будет торопиться с ужесточением монетарной политики и будет миллион раз думать, прежде чем вернуться вообще к агрессивным темпам нормализации денежно-кредитного курса. Поэтому в связи с этим, друзья, я сегодня ставлю на снижение курса доллара, потому что для меня является доходчивым аргумент, связанный с тем, что, что бы ни сказал Джером Пауэлл сегодня, суть и дело в целом это не поменяет, потому что участники рынка привыкли к агрессивным темпам просто процентных ставок. И получив еще один сигнал того, что ставки теперь повышаться будут более вялыми темпами, это негатив. Плюс ко всему, друзья, сегодня стартуют переговоры между США и Китаем. В свете того, что Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинение в промышленном шпионаже финансовому директору Huawei, это как минимум создаст дополнительные трудности для дальнейших переговоров. И я, как уже говорил, я не верю в то, что предстоящие переговоры между США и Китаем будут довольно конструктивными. Я вижу в этом тоже, друзья, негатив. Поэтому предлагаю сегодня, как и раньше, сохранять короткие позиции по доллару против иены. Для тех, кто еще не торговал, селл-лимит, это уровень, с которого можно продать доллар-иена селл-лимит с отметки 109.60. В связи с тем, что я ставлю на снижение курса доллара, я предлагаю спекулировать ростом золота и ориентироваться на долгосрочную цель 1350 долларов за тройскую унцию. Австралиец против доллара 0.7195. Сегодня австралийцы вырос, даже несмотря на то, что данные по инфляции, в данном выражении, снизились с 1,9% до 1,8%. Это очень странно. Поэтому я делаю большой акцент на европейскую сессию, что приход европейских трейдеров, потом же американских, захотят отработать логичным образом эту статистику и все-таки отправят курс австралийцы ниже текущих значений. Цель, друзья, как и раньше 0.70. Морган Стэнли на нашей стороне в своей инвестиционной декларации они предлагали ориентироваться на уровень 0.70 до конца первого квартала 2019 года. По евро-доллару 1.1442. Думаю, повторять нет смысла, почему евро остается в числе аутсайдеров. Даже несмотря на текущий рост, это не значит, что он будет продолжаться дальше. Причины, из-за которых евро нужно продавать, я перечислил даже и в начале этого брифинга и очень детально много говорил об этом накануне. Доллар-канадец, друзья, удерживаем длинные позиции 1.3253 в уровень 1.32. Не дается. Собственно, ждем, как и раньше, прежних ориентиров, следим за тем, что происходит с нефтяным рынком, что происходит с долларом. Думаю, что до конца этой недели все-таки пара еще сильнее раскачается. И, соответственно, если подведут данные по темпу экономического роста, на что я возлагаю большие надежды после последних показателей по роничным продажам, соответственно, у пары доллар-канадец появится возможность, чтобы протестировать сопротивление 1.33 и закрепиться выше. Пока, друзья, держим длинные позиции, ну, как минимум до тех пор, пока железобетонная плита находится на поддержке 1.32. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.